В общих чертах легенду учений до участников довели в самом начале. Загорание произошло на втором этаже в одной из спальных комнат на площади 20 квадратных метров. В здании возможно нахождение людей. Но были и нюансы, внесенные по воле случая. Ведь свои навыки на случай ЧП тренировали не только пожарные, но и персонал лагеря. Посуды держим и видны отрезки планов. Давайте, теперь ваши действия. Если я могу, то внедушителем воспользоваться. Если нет, то я звоню пожарную. Спасить недоступно. Драгоценные секунды уходят. Сотрудница спешит к пожарному терминалу, где есть прямая связь с пультом 112. Здравствуйте, детский отзыватель лагеря Тирок. Плохована Игоревна. У нас возгорание на втором этаже в корпусе номер один. С момента прибытия первых расчетов МЧС учения уже шли без заминок. И это несмотря на то, что статистов, изображавших терпящих бедствие, пожарным пришлось поискать. Они расположились в комнатах спального корпуса произвольно. А один даже забрался в шкаф, как это при пожарах нередко делают дети. Цель учения – отработать приемы навыки организации эвакуации людей персоналом объекта меры потушения пожаров до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В ходе действий подразделений по тушению условного пожара отработать взаимодействие с администрацией объекта и персоналом, участвующим в ликвидации пожара. Также совершенствовать тактические и практические навыки личного состава, принимающего участие в учении. Итог учения – это понимание порядка реагирования при возникновении нештатных ситуаций. Такой итог, считают организаторы учений, на этот раз был достигнут. В неплановую проверку на работоспособность прошла и пожарная сигнализация лагеря. И хотя ее несколько раз отключали, она упорно включалась вновь из-за работающей в очаге условного возгорания дым машины. И хотя театральный дым, задействованный на учениях, не сродни настоящему, это всего лишь аэрозоль, пожарные датчики среагировали на замутнение воздуха, как положено. В руководстве детского оздоровительного учреждения заверили – не только техника, но и персонал в случае чего не подведет. Два раза в год проходим инструктажи, в которых мы эти темы все поднимаем, обучаемся. Также у нас есть люди, которые проходят пожарно-технический минимум. Ход учений пожарные разберут на занятиях по повышению оперативного мастерства. А лагерю предстоит еще раз подтвердить готовность к заезду отдыхающих в ходе приемки, осуществлять которую будут в том числе сотрудники Госпошнадзора. Иван Суверин, телеканал Первый областной.